На одной волне с городом. Радио. Болтком. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят. Очень круто. Наконец-то выскажу, что так. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день. В эфире Радио Болтком. И в нашей программе «Встретились, поговорили» замечательный, интересный, заслуженный, легендарный гость, звезда латышского кино и театра, руководитель гильдии актеров Латвии Роланд Загорский. Здравствуйте, Роланд. Еще руководитель театра «Гамлет». Веду программу я, Ольга Авдевич, и моя коллега Наталья Захарьяна. Здравствуйте. Роланд сам начал с того, что он руководитель театра «Гамлет». И информационный повод у нас как раз юбилей этого театра «Гамлет», этой актерской, артистической, театральной площадки, которая находится в самом центре Риги и которой руководит Роланд. В двух словах, Роланд, расскажите, что это за «Гамлет»? Какое отношение вообще Шекспир имеет к нашей старой Риге? Ну, для радио надо очень коротко. Идем по улице, клуб как бы, театр как бы создан, все, есть. И три человека идем такой. Давицк Клявинич, Иваш Скалвинич, мой коллега, и я. А какое название? Ну, Шурли-Мурли, у Белочки. Я говорю, нет, я делаю, надо что-то посерьезнее. И Давицк Клявинич сразу сказал «Гамлет». О, да. Так 25 лет «Гамлет». Скажите, вы в одном интервью рассказывали, что вообще эта идея у вас появилась благодаря Шарлю Азнавуру. Ну, в каком-то смысле, нет, идея не появилась благодаря ему. Но я когда-то мечтал и думал, что мои мечты никогда не сбудутся. Не сбудутся. Да, не сбудутся. Я видел клуб кинопутешествий, там, этот путешественник, забыл фамилию его, ехал по всему миру. А мы у телевизора сидели на диване и путешествовали вместе с ним. И вот он говорит, в Париже, в кабачке у Азнавура, и говорит, бывает, что иногда сам маэстро выходит и поет. Ну, конечно, в этот раз. Когда приехала съемочная группа. Да, первая, да, съемочная группа, он вышел. Я смотрел, думаю, да, мне, ну, вообще у нас что-то такое сделать. Ну, это был какой-то 75-й год. Ну, вот, и сбылось. Но только надо вот свои мечты, вот такие старания, желания, надо так легко посылать туда, вверх. Они придут. Проговаривать и отпускать во вселенную. Нет, проговаривать не надо. Надо мысленно. Мысленно. Это как медитация, что ли. Ну, то есть вот Шарль Азнавур иногда сам выходил на сцену и пел свою программу. А 11 октября, то есть это в следующий понедельник, по поводу юбилейного события, вот юбилея Гамлета, вы как сам хозяин и руководитель, вы тоже выйдете на сцену, у вас будет такой творческий юбилейный вечер. А расскажите немножечко, что это будет. Ну, это будет такой, ну, может быть, если легко подойти, капустник, да, я расскажу о всем. У меня очень много фильмов есть, у меня есть эти фрагменты, у меня есть этот проектор в театре, покажу фрагменты самые интересные, расскажу, что, о чем. Потом расскажу о том, с кем я, ну, занимался перческий, да, то есть интересно, что, да. Да, там будет музыкальная программа, то есть Роланд, он поющий актер. Поющий. Нет, я это не нравится, потому что есть, то есть ходящий актер, думающий актер, поющий актер. Нет, актер есть актер. Если он актер, то и должен знать, делать все, танцевать, петь. Вот сейчас я смотрю передачи. Фехтовать. А? Фехтовать. Обязательно. Фехтовать, там, на лошади скакать, если он киноактер, что я и умею очень хорошо. Ну, я закончил музыкальную школу, так что немножко играю на рояле. Вот, к примеру, мне нравится, вот, есть в первой российской программе три аккорда. Ну, вообще-то, это такая довольно похабная, пошлая такая передача немножко. Ну, а одна актриса, я не знаю ее фамилию, она тюзовская актриса, красавица, как поет, как движется, как танцует. Ну, просто великолепно. Вот этого и есть актриса. А остальные, ну, да, да, что-то там делает. А вы актер или артист? А? Артист или актер? Вот вам что ближе? Мне ближе актер. Актер. Да, шут. Роман Турас называют любимцем дам. Артистом с бронебойной харизмой и сокрушительным обаянием, который блестяще смотрится и в старинном камзоле, и в смокинге, и в ковбойском прикиде, и в клубном пиджаке. Еще, еще, еще. Вот это эстетство, с одной стороны. И вообще эти черты, они у вас врожденные или приобретенные? Вот как вообще, с чего начался ваш путь на сцену и на экран? Ну, в общем-то, я попал в такую струю, когда мне не было конкуренции. Я был метр восемьдесят шесть. Все остальные мои сокурсники, да, там метр семьдесят и так далее. Я парней говорю, играл на каком-то инструменте, но в данном случае на рояле, и только я. Даже пели они плохо. Ну, интересный такой, она еще жива, Элга Друлле. Она танцев преподавала. И у нас в курсе было пятнадцать человек. Или двенадцать уже. Ну, есть занятие. Она открывает дверь, входит. Ролан сир? Это Ролан есть? Роланда нет? Ну, спасибо. Занятие будет в следующий раз. Вот в таком уровне. И, конечно, я уже, когда был в первом курсе, я знал, что я буду в том театре, где я захочу. В данном случае в национальном. Тогда он назывался «Драмс Театрс». Ну, такая жизнь, и это такое посчастливилось. А вот в театральный институт, вот что вас привело? Случайно. С чего все началось? Я думал, что это будет и так и было. Ну, это будет такая, ну, трали-вали. Ничего не надо будет делать. Ну, что в театре? Я же в каком-то самодеятельном кружке играл в школе и в Дом культуре. И так и было. Это четыре года. Мы самые счастливые года. Но родители вас воспитывали? Прививали это умение держать себя? Нет, моя мама стрелочница. Я еще помогал ей эти, ну, бомбы перетаскивать. Сейчас автоматика, тогда надо было все с силой. А отца у меня, он ушел, когда я был. Так что, жил с собой. Роланд, а в кино как вы попали? А в кино опять по той же причине. Я был, надо, первый фильм, первый фильм «Качели». Две девушки из Москвы, мать с дочкой. И тут, напротив, в Латвии, один мужик и молодой парень. Ну, конечно, там любовь и так далее, и так далее. Ну, кого из латвийских актеров в то время? Ну, там надо было такого парня, ну, где-то. А мне было 20 тогда, 21, как я вступил в театральный. То есть, уже начал работать в театре. Конкуренции не было. Я был один. И так и пошло. И когда ты уже такую роль получил, да, это же всесоюзное телевидение, это телевидение, телевизионный фильм. Даже, знаешь, когда я в Москве был в хипподроме, а там воды не было утром, ничего не было. Я вижу, там лавочку открывает такая с кокошником и даёт как мужику чешское пиво. Вы можете представлять? В 75-м году чешское пиво, да? Рижское какое-то было, такая муть какая-то. И я подхожу, говорю, можно бутылочку пива? Она так на меня только мигом так кинула взгляд. Говорит, Маш, дай артисту пиво. О! Какая популярность уже из одного фильма тогда. Сейчас, сейчас это так, всё иначе. Всё поменялось. Роланд, а вы вот признаете, что вы любите вот советское кино, тот период, когда вы работали, снимались? Да, да. А у вас вот ваши любимые фильмы? Что вам нравится? Какой у вас вкус? Ну, всё-таки мне нравится Никита Михалков. Это его фильмы. Не все, но потом, ну, как это был, умер, это брат Кончаловского фильма. Ну, все эти ребята, которые делали умные фильмы. А назвать? А? А перечислить? А фильмы? Ну, их много, я так... А ваша любимая роль есть у вас, вот где вы сами себе нравитесь на экране? Ну, наверное, краткое наставление в любви там. Поскольку она такая, ну, расширенная, всё на меня там сделано, и хорошие, хорошие были ребята там, ну, команда была, это уникальный случай, когда собирается в Латвии, собралась все самые-самые-самые-самые лучшие, да? Начиная с режиссёра, там художника, художника по костюмам, актёрской команды, ну, там же набралось сколько все, сколько актёров там. Ну, этот фильм потому, когда он вышел, тогда никто не понял, что это такой эклектический такой вариант, а что там... Ну, такой какой-то шудли-мудли. А сейчас уже сколько? 82-й? 40 лет в следующем году, понимаете? 40 лет, и каждый год его подпять качают по всем каналам. Ну, то есть потому, что это настоящее кино. Да, потому что по-настоящему сделано всё правильно. Ну, нет, что это правильно, в искусстве правильно нет. В искусстве есть искусство или нет искусства. Ну, этот фильм. Вот напомним радиослушателям, что можно и на русском прекрасном языке посмотреть, ещё раз пересмотреть фильм «Краткое наставление в любви». Да, он идёт с субтитрами, так что важным. И он смотрится там же текста никакого-то. Да, он красивый, лёгкий, музыкальный, где красивые молодые актёры, очень красивый Роланд как раз там. Ну, там все, там молодая Лилита Озуолиня, и Эсмералда Эрмалэй, и Павус, и Пуци, ну, все, все там молодые, красивые. – Роланд, вот у вас был юбилейный бенефис, когда очень было много фоторепортажей, и за роялем там сидел Раймунд Паулс, то есть вы на сцене с микрофоном, и аккомпанировал вам сам маэстро. А как сложилось это ваше знакомство, творческое сотрудничество с Паулсом? – Я не помню год, но помню фильм был за стеклянными дверями, а из стекла дурьвим. И звонок, а Паулс всегда всё сам делал. Я думаю, что, может быть, сейчас кто-то менеджирует его. Звонок и поднимает трубку. Ну, тут Раймунд Паулс. – О, я в дыбы. – Ну, я слышал, что ты там поёшь. Я говорю, да, я очень хорошо пою. Ну, тогда мы встретимся в киностудии, там, одну песню попробуем. Ну, это феноменально, это не рассказать вам, девушки, никаком смысле. Когда за тобой стоит симфонический джазовый оркестр, там, четыре скрипки, там, ну, в общем, всё. И они играют вживую, вживую. И ты должен петь. Я не мог спеть только потому, первый раз, второй. Я плачу от этого счастья такого, что получил. Но счастье, это... Сейчас набрать такое симф... Кто может? Я бусулась, может быть. Но с какой-то помощью. А там... Я задаром. Это такое. И потом, как уже пошло, потом он предлагал мне спеть одну, там, такой... Циклс. Как это называется? Цикл. Да, там. Ну, там эта популярная песня «Пояться». И пошло, и тогда уже ещё, и тогда... Ну, я как-то хотел вырваться из этого Паузского узды, потому что я всегда себя и всем актёрам говорил, не надо в одно как-то втягиваться, да, если ты хочешь быть, ну, долго простоять, да. Потому что если ты вот тянешься какой-то в жанр, скажем, комический, или там драматический, или там трагический, в одном стянешься, всё, ты там, ну, будешь там, лет десять как-то протянешь, а потом тебя выбросит. Так что надо всё, всё время быть, ну, универсальным. И так мы подружились с Улдисом Стабулнеком, Стабулнеком, сейчас уже смотрит с неба, и работал и Симонтом Кауничем, а с другими я отказывался. То есть мне какой-то там шурлит, тап-тап-тап-тап-тап-тап-тап, нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ну, я не говорю, что я какой-то там гений, там, певец, или там открываю там в музыке текст лучше всех, нет-нет, просто я это для меня, я актёр, кино у меня есть, у меня есть телевидение, у меня есть радио, мне не надо петь что-то такое. Одну песню я помню, и до сих пор сожалею. Какую? Ну, такой, я не знаю, там, а какой-то баран там зашёл, там, жена там мне понравилась, баран, ну, как бы дурацкая какую-то песню спел. Но ритм, музыка была, ай! Ром, 11 октября, в следующий понедельник, в рамках этого проекта «Добрый вечер» в клубе «Гамлет» будет с вами, также будет участвовать аккордеонист Марис Балашко. Да, ну, это очень талантливый. Это тоже ваша, это давняя история или недавняя история вот вашего... Это очень давняя. Да, тандема такого. Потому что я очень много концертировал, да, ехал, и если ты, когда хочешь ехать по всем местам, по маленьким клубам, по маленьким каким-то, у Мариса есть тетрадь, где он записывал, где мы были. Ну, там сто больше мест, да, с аккордеоном. А на кладбище там у этого... Аукстакас подвомс... Аукстакас Тес Прексадатас. Председатель Верховного Суда. Суда, да. Замриба тогда был, да. Ему день рождения, мы-то вот в судебный зал там сыграли. Вот для того надо было аккордеон. Там рояль не потащишь с собой в эти места. В Гетлине мы пели концерты. Ну, так. Потому что, ну, я всегда сторонник того, что если ты хорошо делаешь своё дело, то ты зато должен получать. и, во-вторых, ты должен получать столько, чтобы твои дети, жена, семья все тоже жили в достатке. Ну, в советское время надо было стараться. Крутиться. Крутиться, да, да, да. Но сейчас то же самое. Сейчас ещё больше. Но он считается действительно, ну, таким мастером и виртуозом игры на аккордеоне. Да, он виртуоз. Он шесть лет ещё проработал в Канаде, потом вернулся, потом. Ну, у него свой стиль, он очень техничен, да, он меньше чувств. А у меня не надо чувств, мне надо аккомпанемент, да, но он очень техничен. Ну, вы придёте на концерт, вы видите. Ну, это, знаете, удивительная площадка, действительно, клуб Гамлет. Это и не концерт, это и не творческий вечер, это и не вечеринка, это и не капустник, это и не беседа со зрителями, это всё, всё вместе. То есть там удивительная такая атмосфера у Роланда, созданная. Те, кто один раз побывали на каком-то вот мероприятии в клубе Гамлет, становятся вообще преданными поклонниками. Спасибо. Потому что, Роланд, вам там помогает ваша жена Лена, она командует театральным баром. То есть... Она всем командует. И вами тоже. А мной нет. Слишком большая разница у нас. То есть зрители приходят, они идут к Лене, Лене им варят там самый вкусный в старом городе кофе, они присаживаются за столик, они могут общаться, и они могут задавать вопросы тем, кто на сцене, и говорить о жизни, о том, что нас сегодня волнует. То есть это вот какое-то такое уникальное вообще мероприятие, оно будет на русском языке, Роланд проводит. Да, для русского зрителя. И билеты на сайте Билишу-сервис есть. Роланд Загорскис. Вот, прочитайте, там подробное описание. Приходите. Потому что качественное, такое душевное, настоящее человеческое общение сейчас становится роскошью, чтобы это в хорошей какой-то компании, людей, которые думают приблизительно, как ты. Камерной обстановке. Душевно, да. Это удивительная новинка для русского зрителя. Обратите внимание на это мероприятие, приходите. И сама... Нет, мы остановились на том, что Лены командует всем, кроме вас. Да, кроме меня. И вот этот вот фильм «Краткое наставление в любви», который визитная карточка, скажем, ваша актерская, экранная. А как вы для себя определяете вот что такое любовь? Любовь – это когда... Ну, когда ты без этого человека, без внимания, его внимания к тебе и твоё внимание к ней, уже никак не можешь. И не можешь не... Скажем там... Ну, бывает... Ну, нам надо перерывчик сделать, главное. Ну, на там, скажем, неделю. Ты можешь поесть, и я поеду куда-то. Ну, это не любовь. Это отношения. Да? А любовь вот... Какой-то один поэт там писал, ну, не очень такое высокое стихотворение. Ну, когда тебе не надоест со мной одну картошку есть, когда мне не надоест с тобой по утрам кофе пить, когда тебе не надоест то и то, когда мне не надоест то и то, вот тогда это любовь. И не надо будет смотреть в звёзды долго. Звёзды сами впадут в руки и станет ярче. А сколько лет вы женаты с Леной? 25. Ваша любовь – ровесница клуба «Габлетт». Да, да, да. Вы сказали, что у вас очень большая разница в возрасте. Ну, 27 лет. 27 лет. Сколько вам было, когда вы вот решили, что вам надо жениться на Лене? 50. А ей? Ну, ей 24. А Лена – ваша ученица? Нет, она не пожелала. Пойти по… Нет, нет, нет. Театральному пути, да? Нет, нет. Она сейчас магистра и занимается в это внедрение новой системы школного образования. Это школа 2030. Вот это содержание, компетентность, вот этим. Так что она сейчас играет по центру. Ну, вот. И это уникальная возможность у гостей клуба «Гамлетт». Это театр, джаз-клуб «Гамлетт». Находится в старом городе, прямо, Яня Сета, в уникальном месте. Между прочим, на основе ебископа Альберта. Сейчас мы вернёмся к этому. И представьте, что кофе там варят, магистр, который занимается внедрением программы образования 2030. Да, да, да. Вот. Про ебископа Альберта. Это действительно уникальный такой пятачок старой Риги, знаковый. Оттуда началась Рига. Да. Да. И клуб «Гамлетт» Это и главное, что Рига как бы основана, мы говорим, в 1201, а он там посиделся в 1198. То есть сначала туда приплыл ебископ, да, обосновался. Только на второй или на третий раз. Два раза его выгнали. На третий всё-таки он. И если подойти к окну, и представить, что там вот проходила речка Ридзена, да, где и приплывал этот, значит, вышеупомянутый епископ, да. Довольно большие корабли, глубокая была. Ну, это в средние века его забросали мусором. мусором. И потом, да, в общем-то, это вот, собственно, Яня Сета и Конвента Сета находятся. Конвента Сета это нет, это уже потом доминиканцы там прилипли, а Яня Сета есть вот главное. Сейчас уже книги написаны, и все можно... Ну вот, книги написаны, а здесь вы из Яня Сета поднимаетесь на второй этаж и попадаете вот в этот клуб, и там действительно такое ощущение, как будто вы попали из средневековья, потом, в начало двадцатого, скажем, потому что очень интересная история связана с оформлением клуба. Расскажите, почему вы оформили именно так? В смысле? Ну, это в стиле, скажем, парижского кабаре. Нет, это просто совпадение, совпадение. Я в Париже второй раз думал, ну, когда второй раз был в Париже, я думал, ну, надо, этот мулен руш пойти, ну, как же, как же, ну, все-таки, хотя знаю, но балаган там, и вхожу, я ахнул, это же мой Гамлет. Все, все в точь-точь. Поезжайте в Париж, увидите. Нет, сначала приходите в Гамлет. Ну, сначала в Гамлет. Ронт, заявлено в анонсе мероприятия 11 октября, что она будет в стилистике лучших традиций латвийской богемы 80-х годов. А скажите, а что было свойственным все-таки в то время актерской богемии? Она действительно была, и у нее были определенные черты в Латвии, тем более, за что латвийских артистов тогда в бывшем союзе особенно ценили и любили. на ваш взгляд, есть ли эта актерская богема сегодня? Нет, никакой. Все кончилось давно, потому что люди уже не коммуницируют с собой. После спектакля разве кто-то сидит еще? Нет, все по домам. А вот в клубе Гамлет, как мы уже говорили, это возможность есть пообщаться. Можно пообщаться, да. После, да. Ну, какое-то время ушло, и, может быть, хорошо, что ушло, придет в новое, потому что это же наше, ну, извините, девушки, мое, мое, как сказать, жизнь была такая, мне это все нравилось и так далее. А молодым моему сыну 21 год, это сын Адлины, и им неинтересно этот театр, какая-то богема, вообще-то ничего такого не надо. Он учится в университете в четвертом курсе IT, да, ему вот программы какие-то там смотреть, игры какие-то, какие-то два-три друзья, они потусуют вместе где-то посидят, все, расходятся, нет, ничего, алхоголь они не пьют, это не модно сейчас, да, сейчас не модно. И беседы до утра о смысле жизни. Нет, это им не надо, они посмотрят смысл жизни в гоголь, что такое смысл жизни. Скажи гугл, что такое смысл жизни. Рон, это еще такой интересный момент, вот гостей предыдущего вечера в клубе Гамлет была актриса Рижского русского театра Ника Плотникова, она же исполнительница, одна из любимых актрис, сегодня поющих актрис, маэстро Раймонда Пауса, и вы на этом вечере подарили, Ники такой, преподнесли такой раритетный подарок, картину с несколькими фотопортретами, интересными очень фотопортретами, маэстро Раймонда Пауса, сказали, что это такой переходящий приз, Ника очень трогательно отреагировала на этот подарок, она его там прижимала к себе, целовала, и потом даже на вот этой серии концертов маэстро, которые прошли у нас не так давно, она вспоминала о том, что вот благодарила вас за то, что вы сделали ей такой подарок, а вот что это за портреты маэстро? Ну, это, есть такой очень хороший Яна Этис фотограф, и он делает такие очень много фото Раймонда Пауса, не молодого, а в возрасте, как он есть сейчас, но очень долго ищет такие очень красивые, как этот другой фотограф раньше Смельгис сделал вот такую фотографию с белыми раскинутыми волосами, да, да, вот, и поскольку некий с Паусом уже очень такая тесная работа, связка, то мне так хотелось, чтобы ей это было. А еще вот расскажите, у вас есть в этом клубе секретная дверь, это прям как в сказке про Буратино, где секретная дверь открывается, и там что-то, вот куда ведет эта дверь? Потому что клуб связан с церковью, я не сайта, то есть пристройках, стенка, да, внутренняя стенка с церкви, это внешняя стена, Гамлета, эта дверь есть, я и шел к пастырю, говорю, ну откроем эту, потому что там еще я только сам на свою голову два-три слоя кирпича, а там примерно пять или даже больше слоев кирпича, эта дверь выходит на балкон, выходила, потому что раньше там был какой-то или тюрьма, или какой-то перевоспитательный дом, ну интересно, я читал очень много о том доме, вариации никто, конечно, не скажет, что там тысячи двести, уже спутался в этих, ну, да, очень-очень давно, да, но эта дверь тогда шла на балкон, из балкона нельзя спуститься, нет лестницы, сейчас даже ходишь во внутрь церкви, смотришь, да, нет, точно, но когда они там ремонт делают, тогда они там ставят большую лестницу длинную, поднимают, такие интересные там исторические дела. Ронт, опять же, в анонсе мероприятия заявлено, что язык мероприятия русский, что программа, эксклюзивная программа на русском языке, почему латышский актер на русском, вот вопрос такой, можно ли сказать, что вы соскучились по русской публике? Нет, я не соскучился по русской публике, я соскучился по русскому языку, откровенно, потому что моя учеба, ведь тогда литература на латышком, иностранная литература, модерн, и все не было, только на русском, иностранная литературка была, да, которую читали там Сартра, там Камилу и так далее, и так далее. История зарубежной культуры, искусства, да. Ну и, во-вторых, у меня был преподаватель по художественной психологии, который психологию вставил на Достовецкого, там рассказывал, и он говорил, стоит прочитать, и я тогда взял и прочитал всего Достоянского, да, брал братьев Карамазовых, там, Идиот, и так далее, и так далее. И представьте, я потом подумаю, если я это на латышком читать, ну, это же, или там Бродского на латышком читать, даже Пушкина на латышком, ну, как, это же абсолютное фуфло, и вот так, так, так и язык, и я соскучился по русскому языку, потому что, когда в Советском Союзе ехали кругом, да, от Риги до Владивостока, Ташкент, и киностудия Одесская, там, Киевская, да, еще русский, русский, русский был, да, такие времена были, на что делать. Напомним слушателям, что Романд был ведущим такого замечательного фестиваля, он не так долго у нас просуществовал в Юрмале, Юра Сперлы, это фестиваль актерской песни, по-моему, да, он так и назывался, и вас пригласили российские организаторы, вас пригласили быть ведущим, потому что это тоже один из ваших таких кайков, если так можно сказать, и в этом отношении нам будет интересно, вы же будете сами вести свой творческий вечер. Нет, я не только в Юрмале, когда приезжали вот Рокодий Хайт, Иванов, все эти ну, комики, или как сейчас Галкин, да, фестиваль юмора, да, тогда я тоже эти фестивали каждый год, ай, это интересно бы, это они там вместе там шутили за кулисами, да, но я не могу сейчас в радие рассказать все эти закулисные шутки, все-таки один анекдот расскажу, вот, по-моему, такой, рядовая Иванов, я, родину любишь, так точно, готов за нее отдать жизнь, так точно, рядовая Робинович, я, родину любишь, так точно, готов за нее отдать жизнь, а кто будет любить родину, кстати, прозвучало от вас слово капустник, да, оно уже какое-то сегодня какая-то уходящая натура, особенно в театре, потому что актеры даже реже стали делать капустники после премьер, реже стали делать капустники для публики, вот, Роман, а сегодня правда ли, что сегодня тяжело шутиться актерам? Легко или тяжело? Тяжело, тяжело, правда, потому что есть какая-то неопределенность, да, пошутишь, а что? А вдруг что-то не то, потому что сразу соцсети, да, сразу там раз-раз-раз, это фейсбук, там, мебтюб, да, все пойдет, и пошло, да, так что сейчас со шутками очень-очень трудновато. фейсбук, а вот вы приглашается приглашается на передачу три персоны, молодая, скажем, ну, завтра будет молодая костюмеш, стилист, художник по костюмам, художник по костюму, правильно, среднего такого, который состоялся уже, все знают, да, в Латвии, и такой, как мэтр, ветеран, да, ветеран уже, кто знает его, кто не знает уже, и вот я с каждого отдельно интервью беру, а потом они приходят все вместе, и это все происходит в таком квадрате, таком, да, и, ну, в общем-то, ну, и вот, как вам кажется, люди какие-то темы стараются обходить или не трогать, потому что есть какая-то такая внутренняя цензура. Да, да, очень, очень, очень много тем обходит. Ну, это, наверное, прививки, политика. Да, и, и, вот, русский язык. Русский язык. кушет, это национальность. У меня понятие, национальный, национальный, да, это просто главным образом связано с языком, да, и я понимаю, что вот латышкой нации надо очень-очень стараться делать все, чтобы сохранить свой язык, да, чтобы он не расплылся, потому что если когда-то был страх от немецкого языка, который и по крылам почти, на дверях же все по-немецки там писали, я не знаю, что, в кладбище по-немецки писали, да, над этими камнями, потом наплыв русского языка в царское время там в школах запретили даже. Но в царское время, кстати, немецкий очень сильно, ну, еще долго-долго сохранялся. Сохранялся. Сложные все эти перипетии. Но сейчас английский. И это самая большая опасность, этот английский язык. Потому что ребята уже не умеют по-латышке писать, да, говорят, еще говорят, а писать не умеют, потому что пишут только по-английски все. Даже не русский язык, а английский. А английский еще, да, сейчас угрожает. Сейчас угрожает английский. Так что вот для и эта тема очень такая все пугаются говорить об этом. Но надо говорить в историческом отрезе и в нищем и в будущем что будет. Если не будет языка, если он так начинает расплываться, то и не будет нации. Но не запретами это делается, да. В том числе с помощью искусства. Да, да, конечно. Когда мы говорим на одном языке посредством театра, музыки. Да, конечно. Роланд, а вот в театре и в кино вы сталкивались, работали с самыми известными красивыми нашими актрисами. Кто у вас любимые? У меня три актрисы Эсмералда Эрмолы, Амирзи Мартинсоне и Раймонда Воздыка. Да, с этими я много работал, сам приглашал их в Гамлет играть. Итак, ну, они первое, чтобы она красивой была. А потом уже актерские качества, я думаю, что, я не буду называть, что одно из них, которое как бы не открывалось, не открывалось до 40 лет, и когда я пригласил, она открылась и показывается, оказалась очень талантливой и великолепной актрисой. Вот мы говорим про актеров, вы возглавляете гильдию актеров, а перед этим вы были заместителем Гирта Яковлева. Да, в театральном обществе. В театральном обществе. И потом, то есть, это была ваша идея создать гильдию актеров? Ну, да, да, да. И сейчас у актеров какая самая главная сейчас в связи с пандемией, вот боль, проблема, как вообще они переживают это? Не будем рассказывать эту тему. Это о грустном, да. Это очень-очень грустная тема. А что, на ваш взгляд, сегодня вообще нужно на публике, чтобы для такого духовного подъема, как, скажем так, пилюля в наше непростое время? Пилюля хорошего настроения. Ну, надо, чтобы были талантливые выходили на сцене, талантливые, красивые художники, артисты, в том числе актеры. И напоминаем, что 11 октября в понедельник в рамках проекта «Добрый вечер» в клубе «Гамлетт» сам хозяин и руководитель клуба выйдет на сцену, и это будет виртуозная фортепиано и виртуозный аккордеон, и музыкальная, театральная, душевная, человеческая, разговорная программа. С капустником, с шутками, для русского зрителя. Шутками, прибаутками. Наша программа подошла к концу. Гостям нашей программы был звезда Латышского театра и кино и руководитель гильдии актеров и театрального джаз-клуба «Гамлетт» Роланд Загорский. Спасибо. Билеты в сети Билиш-сервис на мероприятие. Спасибо вам за замечательную беседу. Спасибо вам, что пригласили. Всего доброго. Спасибо. Пока.